Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Еремии, обратимся к 23 главе. В 23 главе пророк начинает разговор о пастырях народа Божьего, о пастырях Иерусалима. Предыдущая глава в основном содержала пророчества о потомках царя Иосии, которые так или иначе царствовали обычно совсем неподолгу в Иерусалиме. Здесь взор пророка обращается к тем людям, которых можно было бы назвать профессиональными верующими, тем людям, чья жизнь сосредоточена вокруг Иерусалимского храма и служения Богу, пастыри народа Божьего. Это священники, это пророки, это книжники, те, в чьи обязанности входят далеко не только священнослужение и культ, хотя, конечно, в первую очередь он, но и чьей задачей является также учить народ Божий, учить, как правильно соблюдать закон, в чем суть этого закона. И вот, смотрите, горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствуя моей. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Господь говорит о том, что пастыри Израиля вместо того, чтобы учить и наставлять своих соплеменников на путь правды Божьей, который, правда, еще надо при этом самим понимать, и видеть, и верить в эту правду Божью. Ну вот, вместо того, чтобы направлять овец паства Господней на путь правды Божьей, наставляют их на что угодно. Ну, мы видели в соответствующих главах, что эти священники и пророки больше озабочены скандированием про патриотических лозунгов, а вовсе не про возглашением правды Божьей. Ну вот, собственно, из-за этого и рассеивается народ Божий. И вот поэтому, говорит Господь, я накажу вас за злые деяния ваши. Это основное содержание этой части главы. Вот эта неправда пастыри народа будет наказана. И в то же время, вдруг, Господь говорит, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их. Таким образом, речь идет о том, что лень, корысть, беспомощность и неверие иерусалимского духовенства и вообще пастырей народа привели к тому, что весь народ рассеян в изгнании, в плену, но Бог обещает, вдруг обещает, что он соберет остаток своего стада, что будут те, кто возвратятся. И это чрезвычайно важное слово, потому что в предыдущих главах все время Бог провозглашал гибель, 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 разорение, плен. И вот, оказывается, будут те, кого Бог вернет на эту землю. И над ними будут поставлены пастыри, которые будут пасти их. И они уже не будут бояться, пугаться или тереться. И вот наступают дни, говорит Господь, когда я восстановлю Давиду отрасль праведную. Вот только что было сказано, прямо несколькими строками выше, было сказано, что не будет больше сидеть на престоле Давидовом никто из племени Ихонии, сына Иоакима, прямых потомков Давида. Но вот в дни возвращения Господь обещает восстановить отрасль праведную, отрасль Давида, кого-то, некоего потомка Давида, который как росток из сухой земли, как из струбленного дерева отросток поднимается, и воцарится царь, и будет поступать мудрый, производить суд и правду на земле. И тогда Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. Господь таким образом обещает, что, во-первых, что будет возвращение, во-вторых, что у вернувшихся из изгнания людей будут пастыри, которые будут по-настоящему пастырями добрыми, и во главе их, во главе этого вернувшегося народа, остатка Израиля, будет некий потомок Давида, отрасль Давидова, царь, который будет производить суд и правду. То все, чего не производили те потомки Давида, которые царствовали в Израиле до катастрофы, до пленения. И, как уже не раз Иеремия выражался, теперь Бога будут прославлять не как того, кто вывел Израиль из земли египетской, а как того, кто вывел и вернул племя Израилева из земли северной. И дальше снова Иеремия переходит к разговору о лжепророках, которые во множестве в это время, можно сказать, беснуются вокруг него. Но для Иеремии это очень мучительная, тяжелая вещь, потому что, ну понимаете, вот он, будучи настоящим пророком от Бога, говорит правду Божью, а все остальные несут какую-то чушь. И поди, отличи. Во-первых. А во-вторых, конечно же, подлинность Иеремийного пророчества утверждается в конце концов тем, что Новых Худоносов побеждает. Подлинность Иеремийного пророчества утверждается национальной катастрофой, но это не та цена, которую Иеремия сам готов заплатить за такое удостоверение. И вот он обращается к этим лжепророкам и говорит о них некоторое обличительное слово. Земля наполнена прелюбодеянием, плачет земля от проклятия, потому что пророк и священник лицемеры. Даже в доме моем нашел я нечестие. И вот речь идет о том, что эти пророки, храмовые пророки, которые участвуют в культе, которые отвечают на вопрос людей, вот они ничего не делают для того, чтобы вернуть народ на путь правды. Они пророчествуют именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой. И от них нечестие распространилось на всю землю. И поэтому Господь говорит, да не слушайте вы этих самых пророков, пророчествующих. Они обманывают вас. Они рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. они говорят то, что от них хотят услышать. И Господь говорит, ну кто видел, кто стоял в Совете Господнем, гнев Господа изливается на этих лже-пророков, которые, собственно, просто врут. Я не послылал пророков этих, они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Это, в общем, создает, если хотите, некоторый вопрос о том, как вообще относиться к пророчеству как к феномену. Для эпохи Иеремии, да вероятно и для любой другой, на самом деле критерием, заставляющим усомниться в пророчествах, будет то, что пророки говорят, приятное сердцу народа. Ну вот, дальше, продолжая разговор об этих пророчествах, Бог говорит, разве я Бог только вблизи, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его? Очень важная вещь, на самом деле, которая в явном виде не так часто проговаривается в Слове Божьем, ну, потому что это всем кажется совершенно очевидным. Тем не менее, если разные языческие боги почитаются вот в этом месте, а в другом месте почитается какой-нибудь другой Бог, то Господь Саваоф, Царь Израилев, Бог везде. Вблизи здесь и вдали там, на всяком месте владычества его. И эта вселенская глобальность, если хотите, единственность Бога, это чрезвычайно важный для Слова Божьего, для всей Библии момент, на который необходимо обращать внимание. Бог говорит о том, что в отличие от всех этих ваалов омерзительных, Он, Бог, повсюду. Господь говорит, я наполняю небо и землю, и я слышал, что говорят пророки, которые моим именем пророчествуют ложь. они говорят, мне снилось, мне снилось. И дальше Бог обличает этих лжепророков тем, что они думают довести народ мой до забвения имени моего посредством снов. Ну, и там дальше целые повторяющиеся несколько раз строки с обличениями, где речь, в конце концов, идет о том, что вот эти пророки, они рассказывают народу о своих мистических озарениях. И все это противно правде Божьей. И все это не просто чушь, но это предательская чушь. Понимаете, вот эти вот мне и снилось, было видение, свет в конце туннеля, прочее, прочее, прочее. Это тоже то, с чем мы сталкиваемся постоянно век за веком, эпоха за эпохой. Вот там такому-то было видение, и поэтому мы все должны, все как один, с тройными рядами. «Слово мое, подобно огню, говорит Господь, подобно молоту, разбивающему скалу. Здесь не нужны вот эти вот все мистические озарения и мистико-аскетические практики, как мы теперь сказали. И поэтому Господь говорит, «Вот я против пророков. Я на пророков, которые крадут слова мои друг у друга. Я на пророков, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал, в то время как я не посылал их, и никакой пользы они не приносят народу всему». Как быть? Пророки, вот ты человек из народа сего, да, вот некий пророк, что-то такое говорит, мне снилось, что там Бог чего-то сказал. А вот здесь Господь через Иеремею говорит, «Я не посылал их?» Как же отличить? Для того, чтобы отличить подлинных пророков от неподлинных, надо знать Бога. И вот мы переворачиваем страницу назад, смотрим в предыдущую, 22 главу, и видим о покойном царе Иосии. «Он разбирал дело бедного и нищего, не это ли значит знать меня?» То есть Бог предлагает людям поступать справедливо по правде Божьей, разбирать дело бедного и нищего. И тогда знать Бога достаточно для того, чтобы отличить истинного, подлинного пророка и отвергнуть лжепророков. И последний раздел этой главы, 23, тоже очень важный и поучительный, где Господь говорит, «Если спросят у тебя народ, сей или пророк, или священник, какое бремя от Господа?» То есть речь, по-видимому, идет о наказаниях, обременениях от Бога, что Бог от нас требует, заставляет, обязывает, что будет для нас наказанием. наказанием, ну там, не знаю, набедокурил, сделай 200 поклонов земных, вот что-нибудь такое. Или заболел, это тебе бремя от Господа. Вот целый ряд явлений, религиозной жизни людей скрывается за этим выражением бремя от Господа. И Господь говорит, если кто-то из вас такое скажет, я накажу этого человека. Потому что нельзя, нельзя говорить бремя от Господа. Вы извращаете слова живого Бога. Вы можете спросить у пророка, что сказал тебе Господь, но нельзя говорить бремя или наказание или какое-то отягчение от Господа, потому что Бог так не действует. Это вопрос испорт от до 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 Продолжение следует...